Всем привет, продолжаем бродить по сюжетам, по истории, картин. Хотел бы познакомить вас с Лукрецией. Легендарная римская Матрона, прославившаяся своей красотой и добродетелью. Царский сын Секс Торквини пленился красотой Лукреции и, угрожая оружием, изнасиловал ее. Лукреция рассказала обо всем своему мужу и, просив отомстить, заколола себя на его глаза. Это событие послужило началом бунта, который поднял Луции Юниенбруд и привело к свержению царской власти в Риме и к установлению республики. Именно поэтому на протяжении веков римская история и в дальнейшем Лукреция была весьма почитаема, представляя архетипный образец женской чистоты и доблести, так написано в Википедии. В литературе и изобразительном искусстве Лукреция – это символ доблести, непокоренной тирании. Частые фигуры символизируют Рим, перешили родину, а насильник – образ тирана и врага. Конечно, этот сюжет используется в искусстве. Святой Августин использует фигуру Лукреции в своем труде о кране Божьем, по правданию изнасиленных христианами. Данты помещает Лукрецию в Лимбе, признаначенном для римлян и других добродетельных язычников. Кристина Пизанская использовала ее образ так же, как Августин. Шекспир посвятил этой истории целой поэму и поминает Лукреции в нескольких пьесах. Изображение Лукреции и сюжета – это излюбленная тема ренессансной живопи. Ну вот все. Всем пока, всем привет. Посмотрите, пожалуйста, картины, которые я нашел, касаемо Лукреции. До свидания. Пока-пока.